Это не реформа. Это грабеж и насилие миллионов россиян, который осуществляется под футбольную анестезию. Кстати говоря, анестезия неплохо работает. Сегодняшний опрос Левада-центра говорит о том, что футбол людей интересует все же больше, чем пенсии. Ну, тогда что делать? Будем болеть за Россию, надеждой на победу над Хорватией, но что после этого не последует восстановление крепостного права. Такая вот у нас сегодня история. К сожалению, это все происходит, коллеги, с особым цинизмом, я хотел бы об этом сказать. В один и тот же день официальные государственные социологические службы сообщают, что 90% населения выступает против. И в этот же день правительство объявляет о начале пенсионной реформы. Я не знаю, коллеги, наверное, кто-то к этому всему может принюхаться и привыкнуть. Я этот цинизм воспринять не могу и никогда с ним не смирюсь. Это глубокое презрение и неуважение к своему народу. Я не буду апеллировать к вам, коллеги. Вы сегодня в роли сложной, как Семен Фарада, тромбонист из фильма «Гараж». Стыдно, стыдно, но голосовать надо. Поэтому я буду больше говорить к тем, кто неравнодушен и слушает наше выступление. Я хочу объяснить гражданам, откуда взялось такое презрение, с моей точки зрения. А взялось оно по многим обстоятельствам. Но надо понимать, друзья, 18 марта и те, кто пришел на выборы, и те, кто не пришел, проголосовали, по сути, за монархию в нашей стране. Конституционную монархию. Но конституционную ровно настолько, насколько хочет монарх. Если завтра вдруг захочется, чтобы это было самодержавие, никаких препятствий, по сути, нет. Я сейчас не обсуждаю, хорошо ли это или плохо. Но я убежден абсолютно, что все вот это презрение родом оттуда, это все иллюстрация всех этих вещей. И я думаю, к сожалению, что это не последний сюжет. Плей-офф в этом смысле еще впереди. Да, вы скажете, и я с этим соглашусь, что, скорее всего, царь выйдет и скажет, ребята, бояре, погорячились, мы тут три года сменим и тут два года отымем. Скорее всего, так и будет, и, наверное, люди будут этому аплодировать. Но, вот честно, мне, свободному человеку в 21 веке, стыдно апеллировать к воле монарха. Это все равно, что, как первобытный человек, апеллирует к силам природы. Да, я понимаю, что градус гражданственности в нашем обществе не так велик, власть сознательно его понижает. И некоторые люди, даже довольно большое число наших сограждан, находятся в первобытном состоянии в этом смысле. Власть при помощи телевизионной пропаганды создает вот такую, знаете, категорию населения, которая все и всегда готова оправдать. Такие, новая поросль такая, терпелоиды, которые на все согласны. Если власть говорит, значит, так и надо. Мы потерпим ради каких-то великих целей. Я не думаю, что большое количество людей в этом обществе, которое нарастает это количество, это хорошо для общества. Я, Вячеславович, сейчас заканчиваю, полминуты, если можно. Это признак того, что общество больно, оно должно ориентироваться на активных людей. Но власть-то делает сознательно для этого из Киселева и Соловьева после их эфиров такое ощущение, что эти терпелоиды размножаются усиками или делением даже, понимаете. Даже уже подключили Малахова по пенсионной реформе. Сейчас Елена Малышева в ход пойдет, будет говорить, что повышение пенсионного возраста ведет к исчезновению большинства болезней. Понимаете, сейчас вся пропаганда пойдет в ход, и многие поверят, наверное, в это тоже. Но я хочу сказать, коллеги, обращаясь к людям, власть, умеющей бомбить Воронеж, она не знает других способов. Когда западные партнеры вводят санкции, она вводит такие санкции, которые давят продукты на глазах тех, чьи предки прожили блокаду. Как это возможно? Власть умеет бомбить Воронеж. Вопрос не в том, сколько она, Воронеж, будет бомбить. Максим Иванович. Вопрос не в том, сколько власть будет бомбить Воронеж. Вопрос в том, сколько Воронеж готов терпеть. Потому что Кощей бессмертный, только пока Иванушки дурачки. Ну и, коллеги, в этой всей истории, прежде всего, хочу закончить словами «долой самодержавие». Это не наш принцип, у нас демократическая государство. Десять коротких тезисов. Тезис первый. Все опросы показывают, что подавляющее большинство граждан под 90% против повышения пенсионного возраста. Никакой иной социологии у сторонников роста пенсионного возраста нет и быть не может по тем же причинам, по которым нет черной кошки в темной комнате. Вы представительная власть, мы с вами представительная власть. Мы обязаны поступать в соответствии с минимумом тех, кого представляем, а не упреки ему. Тезис второй. Почему люди против повышения пенсионного возраста? Да потому что они прекрасно понимают, что их обманывают и грабят. Повышение пенсионного возраста – это недополученные пенсии, это недополученные льготы, это отнятое время жизни, время отдыха, на которое люди имели право рассчитывать, заслуженно отработав много лет. Третье. Прямое следствие повышения пенсионного возраста. Ухудшение повышения семей с детьми. Это миллионы бабушек и дедушек, которые будут вынуждены работать, вместо того, чтобы помогать детям в уходе за внуками. Последствия, думаю, вам очевидны. Четвертое. Никакой экономической необходимости повышения пенсионного возраста нет и не может быть. Все аргументы, так называемые, давно уже опровергнуты профессиональными экспертами. Нет катастрофы с бюджетом пенсионного фонда. Разговоры о том, что число пенсионеров растет, значит денег будет не хватать, неправда. За 15 лет, с 2001 по 2016 год, по данным госстатистики, на 4 миллиона стало больше пенсионеров и на 9 миллионов стало больше работающих пенсионеров. То есть рост числа пенсионеров увеличил число работающих на 5 миллионов человек. Пятое. Почему пенсии маленькие? Понятно почему. Не потому, что пенсионеров много, потому что мало денег направляется на эти цели. И тут надо брать пример не с Украины, Армении или Азербайджана, а брать пример с европейских стран. 8% ВВП России направляет на выплату пенсий. 8%. В Европе от 12 до 15. Это 12% в Австрии, это 14%. В Польше, Португалии и Франции. Это 16% в Италии, где нет ни нефти, ни газа. Вы верите, что Россия не настолько богатая страна, чтобы обеспечить достойную стоимость пенсионерам? Я не верю в это категорически. 6%. Где взять деньги? Известно давно. Прекратить воевать в Сирии и на Украине. Прекратить кормить армию силовиков, которых уже больше, по-моему, чем пенсионеров, которые охраняют не народ, а власть. Прекратить поддерживать олигархов, подпавших под санкции. Прекратить отдавать доходы от продажи природных ресурсов. Узкой группе лиц. И отдавать им прибыли госкомпании, где люди получают в день больше, чем пенсионер за 10 лет. Сократить расходы на оборону. У нас никто не собирается нападать. У нас раздутый расходы на оборону. У нас бюджет воюющей страны. Сократить его на 30% спокойно. Увеличить на 10-15% пенсии без повышения пенсионного возраста. Седьмое. Одна цель повышения пенсионного возраста. Одна единственная. Все по Жванецкому. Нас слишком много, нас меньше должно быть. Сократить число пенсионеров. Восьмое. Если мужчины живут до 67 лет, им будет оставаться 2 года после выхода на пенсию. Это период дожития. Можно... Павел Силович, сколько вам еще надо? Пожалуйста. Когда будет иная медицина, качественно иная. Иная социальная защита, иной уровень жизни. Тезис девятый. Нужна стабильность пенсионной системы. Когда все нестабильно, не только рушится плана, но и разрушается доверие государству. Кому сегодня хуже всего? Те, кто государству верил, получал белую зарплату. Им сказали, мы передумали, еще поработайте. Результатно будет уход в тень. И десятое. Альтернатива повышения пенсионного возраста хорошо известна. Экономический рост, сокращение заведомо раздутых расходов бюджета и борьба с коррупцией. Но это сложные пути. Гораздо проще пойти путем повышения пенсионного возраста, который, замечу, ни один из кандидатов в президенты, включая Владимира Путина, не предлагал. Мое предложение не поддерживать проект федерального закона, отклонить его и поступить в соответствии с волей наших избирателей, а не вопреки ей. И самое последнее, дорогие коллеги, обращаюсь к депутатам от Единой России. Вы все очень умные люди. Я говорю без всякой иронии. Вы все понимаете. Поголосуйте в соответствии с волей избирателей, а не в соответствии с волей правительства и руководства вашей партии. Спасибо. В других регионах рассматривают на сессиях и находятся там смелые депутаты, которые действительно отстаивают эту позицию, эту точку зрения, что возраст нужно поднимать. Вот в Киевской области один из депутатов, который проголосовал за повышение пенсионного возраста, на следующий день скончался и сам не дожил до этой пенсии. Я напомню, что в 2015 году полтора миллиона рублей наш чувашский пенсионный фонд хотел потратить на праздник, на свой юбилей, на 25-летие. И еще один миллион хотели купить значков, сувениров, открыток там различных и исправить все это замечательным фуршетом. Вот эти вот почти там 3 миллиона рублей в общей сложности они объявили в конкурсы. После наших пикетов они это все технично отменили. Так что вот эти вот заявления о том, что мы просто хотим достойных пенсий и так далее, ну это просто бронирование. И я вот прямо сейчас хотел бы вам показать, сколько обращений по этому вопросу в ваш адрес собралось буквально за один день сегодня в районах Чувашской республики. Вот это вот здесь примерно сколько? Около тысячи. Около тысячи. И это только за один-полтора дня приехал из районов Чувашской республики и будет направлено вам депутатом фракции Единая Россия. К нам, к КПРФ, к СРМ направлять их с МСНИТ, мы и так будем голосовать против. А вот здесь вот люди собственноручно пишут, где просят вас за это не голосовать. И вы об этом убедитесь, потому что сегодня уже часть обращений была направлена почтой, часть обращений поступила сюда вот в Госсовет, в тот замечательный почтовый ящик, который на первом этаже, и они будут к вам вот эти подобные обращения еще приходить. Поэтому в первую очередь нужно слушать и слышать наших избирателей, а уже потом какие-то там другие цели, возможности и так далее. Мы будем голосовать против, естественно. Мы сейчас этот в торопях рассматриваем супер серьезный вопрос, который затрагивает планы на жизнь каждого человека без исключения. И это надо обсуждать более того, не только осенью хотя бы, когда все будут действительно серьезно этим заниматься, но и в формате, я считаю, референдума, чтобы каждый человек свою позицию здесь обозначил. Второе. Вот вы говорите про ведущих экономистов, которые что-то нам там говорят, что надо повышать. Эти ведущие экономисты довели нашу страну до такого состояния, извините меня, что надо менять этих ведущих экономистов, надо менять правительство, а вовсе не пенсионный возраст. Почему-то у нас с Запада постоянно предлагают, что у нас с Запада берут, да? Это штрафы, это цены и теперь пенсионный возраст. А где зарплаты? Где такой размер пенсии с Запада? Где такая экономика и социальная защита, которые у них есть? Этого ничего нет. Аргументы, которые приводятся в поддержку этого законопроекта, они позорно слабые. По-другому я их назвать не могу. Ну первое, да, вот что у нас выросла продолжительность жизни на два года, да? Ну смотрите, в Советском Союзе, вы сами проводили цифры здесь с 30-х годов, когда эта планка была установлена, в Советском Союзе продолжительность жизни выросла на 30 лет. На 30 лет. Но никто не сказал, что надо повысить пенсионный возраст. А здесь на два года, а повышать, значит, подсоветское правительство их достижение, то под вопросом, повышать хотят на 5,8 лет. То есть это самый людоедский вариант, который вообще обсуждался пенсионной реформой. Второе, что примеры других стран. Но здесь категорически даже об этом речи не может быть. Правильно про Союз сказали, про размеры пенсии. Но есть и другая составляющая. Я не согласен, Юрий Зимельевич, и с вами. Я не согласен с представителем пенсионного фонда касательно того, что мы должны обсуждать только возраст дожития. Извините меня, люди, которые платили в пенсионный фонд в России и не дожили до пенсии. Эти деньги же в пенсионном фонде остались. Их что, вернули семье? Как мы не можем это обсуждать? Мы должны это обсуждать. И если говорить о возрасте выхода на пенсию и средней продолжительности жизни тех стран, которые нам приводят, например, Япония, Германия, Италия, но там все равно возраст жизни мужчины на 14 лет больше, чем возраст выхода на пенсию, средней продолжительности жизни. Понимаете? То есть, а у нас 43%, про которые вы говорили, это с учетом того, что будет поднята эта планка в проекте реформы. Да, есть расчеты, что 43% тогда мужчин не доживут. Сегодня у нас по оценке Всемирная организация здравоохранения средней продолжительности жизни 65 лет. Вы это знаете у мужчин. Следующее, про рост пенсии, который тоже в качестве аргумента. 12 тысяч в год прибавится, по тысяче в месяц, а потеряет за каждый год человек, который мог бы получать пенсию, 170 тысяч рублей в год. Ну как это вообще можно сравнивать и аргумент такой проводить? Не нельзя. Здесь сильнейшая аргументация. Первое. При такой продолжительности жизни нельзя. Нельзя при отсутствии экономического роста, который нам обеспечили ваши ведущие экономисты. Куда эти люди пойдут, если нет рабочих мест, если нет роста экономики? Нам предлагает Минтруд, что они пойти учиться должны. Ну это отлично, мы все знаем, учеба хорошо, свет. Но, извините меня, сыт от этого не будешь. Следующее, это размер пособия безработицы. Он позорно низкий, и если в других странах человек может на него существовать, если нет рабочих мест, как у нас, это невозможно выживание, поэтому тоже нельзя. Более того, если у нас появится такая конкуренция на рынке труда из-за повышения пенсионного возраста, то у нас и зарплата еще снизится в результате такой прекрасной политики. У нас есть конкретные предложения, что делать, как избежать этой ситуации. Первое, это отказ от регрессивной шкалы платежей пенсионный фонд. Я сегодня спрашивал про это, не случайно, что у нас с больших зарплат платят меньше, чем с маленьких. Но это абсурд, это абсурд, это несправедливейшая вещь, и это никто не хочет исправлять, зато нам предлагают пенсионный возраст повышать. Второе, это прогрессивное налогоблажение, об этом тоже сегодня сказали. То есть во всем мире, кстати, во всех развитых странах, без исключения, прогрессивная шкала налогоблажения, когда сверхбогатые платят больше, чем люди со средним достатком, а бедные вообще не платят. У нас же, получается, и нянечка, и олигарх платят 13%. А мы потом спрашиваем, где деньги. Вот они где. И можно обойтись без всякого повышения пенсионного возраста. И третье, это, конечно, наведение порядка с экспортом природных ресурсов. Вы знаете, что они продают по одной цене фирме прокладки, потом там перепродают на мировом рынке совершенно по другим ценам. Идет оптимизация налогов. Эти налоги, также они бы... Каждый из этих мер, каждый из этих мер, которые мы предсчитаем, может решить эту проблему. А вместе они позволят и увеличить пенсии, и увеличить еще зарплаты в нашей стране. А к профсоюзам я хочу обратиться. Вот за 27 лет постсоветского периода, да, ну хоть раз вы, не просто скажите, вы объявите-то о забастовку. Если вы действительно против, для чего вас создавали? Защитите людей. Вы же видите, как правительство упорно пытается продавить эту инициативу. Защитите людей. Хоть раз покажите, что у профсоюза не игрушечное, а настоящее. Фракция КПРФ будет категорически против во всех парламентах этой инициативы. Продолжаю вот свое вступительное слово, которое я думал, что мне все-таки дадут сказать, что этот закон не дает право пенсионерам сегодня работать. Этот закон дает обязанность пенсионерам работать. Давайте будем честны. Дает обязанность работать не до старости. Дает обязанность работать до самой смерти, до могилы, до последнего своего дня. Значит, государство фактически снимает в себя все социальные обязательства по этому поводу. И огромную простойку населения опрекает на просто чудовищную будущую, на чудовищную судьбу. Нам говорят, как один из аргументов на вот этих вот мнимых сотнях площадок, что в стране нет денег. Но ведь это же ложь. Это просто ложь. Два с половиной триллиона рублей органа американским банком влита в американскую экономику. Вместо того, чтобы в нашу экономику убить, раскрутить ее маховик, чтобы запустить все эти экономические процессы, просто отданы чужому государству. Значит, мы за прошлый год на 17 триллионов нефти добыли и на 10 триллионов газа добыли. Половина в бюджет попала, а другая половина доставила. Олигарху в их карманах осталось. И Россия первое место в мире по количеству супер-яр. Чьи интересы выражает власть. Мы видим это вот в этих конкретных шагах. Значит, пакет яровой мы приняли, да? Несколько триллионов рублей, чтобы следить за нами. У нас что, проблем других нет, что ли, в этой стране, а? Вы послушайте, черная палата официально нашла нарушение на 1,9 триллиона рублей. Официально эти деньги фактически украдены. Вот зачем нужно правительству медведевым заниматься, а не пенсионеров убирать. Вот до сих пор Путин не занимается этим вопросом. До сих пор. Вот бессмысленной войной в Сирии он занимается, на которой сотни миллиардов потрачены. А проблемой пенсионеров он не занимается. Но 700 миллиардов потрачены на футбол. Показать кино всей всей нашей стране. Чтобы люди в этом угаре, я не знаю, как его по-другому назвать, зомбированные телеящиком. Забыли обо всем. Вот если бы мы победили Хорватию, я вас уверяю, ввели бы крепостное право в нашей стране. Поэтому научно-технический прогресс, вот Иван Васильевич говорил, вы знаете, у нас пенсионеров стало больше, а вот раньше их было меньше, а работающих было больше. А то, что у нас за десятки лет кратно выросла производительность труда, что сегодня благодаря новому оборудованию, новым станкам, человек во многу раз производит больше общественного блага, он не только себя обеспечивает. Он обеспечивает множество людей помимо себя, не одного, десятки пенсионеров. Но эти деньги идут в карманы олигархам, капиталистам, буржуям, как хотите их называть. Не на интересы людей, работая в этой системе сегодня. Послушайте, ряд регионов сегодня в Российской Федерации отказались принимать этот антинародный закон. Вспомнили, что они выражают интересы граждан и отказались отделать. Я сразу прошу минуту мне также добавить, как всем остальным. Поэтому мы Зинаида Михайловна добавляли. Послушайте, не только Зинаида Михайловна. Пожалуйста, добавьте мне чуть-чуть времени. Я заканчиваю. Поэтому я призываю моих коллег по созыву, да, областной думе, также обратиться к своей совести и вспомнить, что вам избирательным в глазах придется смотреть. Значит, что касается в целом законопроекта. Как я говорил, это закон антинародный, антиконституционный, нарушающий Конвенцию ООН, идущий категорически вразрез с интересами населения Российской Федерации. Не только пенсионеров, но и нас молодых, которые в будущем с этим всем столкнутся. Поэтому я прошу, я требую, чтобы депутаты задумались о будущем нашего народа, проголосовали против. К разработчикам законопроекта, к либеральному правительству Медведева, обращаясь с этой трибуны, вы жулики, вас надо привлекать к ответственности, вас надо привлекать по законам Российской Федерации за антинародную вашу деятельность. И требую, чтобы, может быть, мы привели решение в разном еще, я, конечно, надеюсь, на это поговорить. И прошу, чтобы все присутствующие понимали, что мы требуем отставки правительства Медведева, требуем не принимать этот антинародной закон, требуем проведения референдума. Такие вопросы должны приниматься на референдуме. Спасибо.